Дисклеймер. В этом видео у Дианы не работал микрофон, и это выяснилось только во время монтажа. Я вытянула звук, насколько это возможно, поэтому, пожалуйста, не пишите, что с ним что-то не так. В этом видео запечатлены реальные эмоции, которые невозможно подделать, поэтому мы решили его не переснимать. Всем приятного просмотра. Всем привет. Всем привет, меня зовут Настя. Я Диана. Сегодняшнее видео у нас с мистическими историями. Я знаю, что мы с ними зачастили, но вроде как вам нравится, да и нам, честно говоря, тоже. Потому что, как мы уже неоднократно говорили, маньяки задолбали, слишком много негатива. Мистик – это хоть какой-то, знаете, разгляд до фантазии, и можно там найти какие-то реально интересные вещи, которые пугают, завораживают. И вообще, я сегодня нашла историю, которая очень длинная, но это будет, знаете, как художественное произведение, ни больше, ни меньше. Уж не знаю, какой процент там правды, но, по крайней мере, читать интересно и слушать, наверное, будет тоже. А про маньяков, я думаю, когда-нибудь снимем, но это должно быть, знаете, такое настроение вот на тлен, чернуху, потому что это реально именно настоящая чернуха, настоящий хоррор. Потому что страшнее, чем то, что происходит в реальности с реальными людьми, это вот, блин, конечно, страшно. И на что способны те самые реальные люди, это, блин, еще страшнее, чем всякие призраки, домовые, сонные параличи, и вот это вот всего, чего мы с вами боимся. Да, и хочу сказать то, что на нас макияжи, которые мы сделали с помощью косметики от бренда Beauty Bomb, из коллекции Supernatural, как совпало, вы посмотрите на это. Supernatural переводится как сверхъестественное, если что. И также мы использовали какую-то продукцию от бренда Stellar, и все это можно посмотреть на подсказке наверху в видео, в огромном, где мы сделали полный подробный обзор всей вот этой вот коллекции от Beauty Bomb и чуть-чуть Stellar. Итак, ну что, могу я коротенькую, а потом... Давай, давай, у меня тут тоже надолго. Сначала начнем с затравочки. История жутковатая для меня до сих пор, потому что непонятная. Мне было 10 лет плюс-минус, моя мама работала в ресторане, до часу ночи оставалась на работе, считала бухгалтерию и т.д. за день. Был период в семье, мама с отчимом ссорились, и она иногда поздно ночью приходила спать в мою комнату. Быстро опишу внешний вид мамы, она худенькая, рост 170, и у нее были черные волосы, но короткие. Стрижка в те годы была модная, как под мальчика, в общем, короткая нинь ниже шеи. В одну ночь отчим пошел встречать маму домой, и я уже спала. Было лето, очень жарко, я открыла окно напротив кровати и легла наоборот, ноги закинула на подушку, а голову там, где ноги должны быть. В общем, сплю и проснулась, сама не поняла, почему, решила перевернуться с правого боку на левый. Не могу как-то, чувствую, что уперлась в ноги, и все-таки смогла развернуться, но много сил приложила. Смотрю, а возле меня под одеялом действительно щиты ноги. Думаю, ну мама, наверное, опять со мной спит. Поднимаю глаза выше, вижу, как будто человек под одеялом лежит, ну думаю, ну точно, мама. Пытаюсь уснуть, но ноги мешают, как-то неудобно мне было. Я маму толкаю, типа, подвинься, и вижу, что под одеяло выглядывают волосы длинные. И вот этот бугор, человек под одеялом, он какой-то большой, я подумала, может, и отчим тут. Ну просто как-то массивно. В общем, увидела волосы и пыталась опять уснуть. И тут меня озаряет, какие к черту длинные волосы, если мамы? Трижка, я широко распахиваю глаза и взгляд устремляю на светящиеся часы. И больше ничего не вижу, просто часы. И в этот момент, буквально через пару секунд, я слышу, как открываются двери, и мама раздраженно что-то говорит отчему. Я не помню, что было дальше, но помню, что проснулся же утром в школу. Утром я спросила, была ли это мама, и рассказала все. Мне на удивление поверили, что кто-то лежал в моей кровати, призрак или домовой. Было жутко, чьи ноги мешали мне спать. И черт, кого я дергала, просила подвинуться. Это жуть. Обосраться можно. Вот реально почувствовать здесь физические ощущения, еще ноги, я представляю, чьи-то холодные какие-то. Я уже как-то упоминала в одном видео про мистику, что я в детстве, в юном возрасте, посмотрела короткометражку, который называется, как я уже вспомнила, Bad Fellow или Bad Fellows, в общем, как-то так. Это как раз-таки про то, что у жены вместо мужа в кровати оказалось чувырло, чью морду лица не могу выкинуть из головы. Спустя просто, наверное, уже 10 лет, и каждый раз, когда, знаете, ты провалишься в сон, и что-то начинаешь думать, и пытаешься думать о чем-то, что тебя усыпит. И лично мне в такие моменты очень часто начинает оказаться какое-то чувырло, прям вот, знаете, лицо у меня в голове. Я потом не могу это выкинуть из башки, я вообще не могу заснуть, это затягивается на часы надолгие. И вот эта история мне напомнила про эту короткометражку, ужасная, ужасная короткометражка с этим улыбающимся, с чудовищем, монстром под одеялом. Какой кошмар, значит, так улыбалась, ой, ужас. Я никогда не буду смотреть это видео. Привет, Настя и Дианы. Я была тогда маленькая, лет 5-6, наверное, жила у бабушки, у дедушки, особенно летом. И были у меня, как бабушка говорит, некоторые странности. Я залипала на разрушенные дома, старые постройки, много интересовалась мистикой, нечистью и всякой бойдой. Бабушку как бы это ни пугало, но в остальном все было нормально, поэтому никуда меня не водили показывать. И было у нас с бабушкой хобби по вечерам на звезды смотреть. Как только темнело, часов 11-12, лета же заката поздний, мы выходили на тропинку и всматривались в небо. Сейчас вдамся в подробности. На участке у бабушки и дедушки было два дома. Один маленький старый, доставшийся от старых хозяев, построенный еще при царе второй, новый, построенный бабушкой и дедушкой. И чтобы выйти на тропинку, где видно небо хорошо, то нужно встать прямо перед старым домом и поднять голову, так сказать, завернуть за поворот. Предположим. Ничего не понятно? Но очень интересно. Да. Со стороны нового дома этого угла не видно. И как-то раз после заката мы попили чай, бабушка стала мыть посуду и сказала мне бежать уже вглядываться в небо. Я не боялась и поскакала. И заворачиваю за угол и просто встаю в ступор дикий. Стоит пенек на тропинке перед старым домом, а на пне я вижу натурального черта с рогами и хвостом. Он танцует, кружится и вертит хвостом и гриба. Меня он как бы видит, но ему пофиг. Я боялась пошевелиться и смотрела на него так же четко, как смотрела и на бабушку минуты ранее. Через некоторое время меня позвали, я оттаяла и убежала быстро. Мне нравится, чисто забила. Да, просто позвали. Когда мы пришли обратно, стоял тот пенек, которого в центре этой тропинки никогда не стояло. Он обычно хранился вообще в гараже. Бабушка поворчала, убрала пень и мы стали смотреть на звезды. Я ничего и не сказала, но его облик до сих пор отчетливо помню. По настоящее время я боюсь заходить в старый дом без кого-либо, потому что мне становится там плохо. Я особенно не хожу по той тропинке после заката. Можете мне не верить, или это мое сознание заменяет какие-то отрывки из моей памяти. Но я абсолютно уверена в том, что это было на самом деле. Снились сны плохие после этого, ужасные дожути. А прабабушка моя гадалкой была, меня этому тоже обучить пыталась. Но потеряла память, а старый дом она занимала, когда колдовала в юные года. Слушай, ну это, знаешь, на 6 обосранную жопу. Если предыдущая на 8 примерно, я оцениваю, то это на 6. Ну, типа, черт на пне и все. Больше я ничего не слышала страшного. Ну, как будто бы, хуйня вообще из-под коня. Просто черт на пне. Ну, в принципе, ничего особенного. Просто не приснилось, ничего. Просто черт. А что? Он что, не может на пне танцевать, что ли, хвостиком вертить? Ну, захотела немножко поденсить. Ну, а что? Не знаю, я бы повыше оценила. Я бы на 8. Слушай, я предыдущую на 8, вот потому что она прям криповая. Это для меня, ну, не зацепило, честно. Так что оценка этой истории для меня, честно говоря, не выше 6. А предыдущую ты бы как оценила? Про что? Зай. Я бы ее оценила тоже на 8. Ну, то есть, по-твоему, эти две истории, они равнозначные? Да. Знаешь, вот история с чертом, она не сколько страшная, сколько именно мистическая. А с ногами прям страшная. А с ногами не мистическая? Она прям страшная. Страшная и мистическая. Х2 просто. Ну, ладно. Я не знаю, я по-разному как-то восприняла. У нас немножко, знаете, первый раз, наверное, за историю мистических историй у нас... Я не готова уступать, ставить восьмерку второй истории. Для меня это не больше 6, однозначно. Я не согласна ей. Нет, если все эти истории представлять в реальности, что с тобой такое происходит, вот, естественно, каждая по 10 из 10. Минимум 10 из 10. Минимум, да. Ну, а так, если вот слушать... Чисто. Ну, вот я... 8. 6. Ну что, давайте я начну все-таки уже вот это вот длинное художественное произведение, которое реально долгая история, но она лично мне из-за языка, которому она написана, сразу, да, заранее скажу, мне кажется, что это наполовину выдумка. Но я же не знаю, да, что в голове у автора, может быть, это полностью выдумка, а может быть, это полностью правда. Так что, честно говоря, не решусь судить о том, насколько это вообще соответствует действительности, насколько это могло бы соответствовать действительности. Просто красиво написано и прям, знаете, так жутко, прям жутко. А что, если нам вообще люди присылают отрывки из каких-нибудь книг, пересказанных? Слушай, даже не хочу об этом думать. Зачем это делать? Вот просто за нахуй я, чтобы засветить свое письмо в этом сам, люди никакого профита от этого не имеют. Ну, ни имени. Да. Я почему-то думаю, что такое было. Ну, ладно. Ну, скорее всего, такое... Ну, не то, что прям, знаешь, копипаста. Ну, типа, своими словами. Не копирует, ставит, да, возможно. Мне кажется, что, в принципе, есть такая тенденция, что, когда есть какая-то криповая история, и ты, возможно, слышишь что-то похожее. У тебя как-то в голове все может смешаться. Особенно, если ты был ребенком, да, как-то приукрашиваться. Мне кажется, что это имеет место быть, и могло случиться с каждым. Ладно, давайте. Называется произведение «Черный человек в шляпе». Здравствуй, описываю детально, потому что помню все отчетливо, ведь встреча с ним незабываемая. На самом деле, долго не могла ни с кем поделиться этим, особенно после последней встречи, от воспоминаний которой вновь и вновь нахлынувают те же чувства и поток слез, которые сам подступают, остановить достаточно трудно. Первый раз я с ним встретилась в возрасте 4 лет. Я тогда впервые настолько сильно заболела, что температура держалась около 40 градусов в несколько дней. По ночам я задыхалась из-за того, что легкие были забиты. В одной из таких ночей мне приснился довольно примитивный сон о борьбе добра и зла. Хочу отметить, что сны мне снятся очень реалистично и настолько, что иногда превосходят саму реальность. Этот сон представился на очень низких вибрациях. 19 Гц вполне подходит для полного погружения, которые были одной из основополагающих сна. Общая атмосфера давящая и изнуряющая. Я была за добрые силы и в конечном счете проиграла. Шел третий час ночи, я проснулась в холодном поту с отдышкой, страхом в глазах и вижу у края кровати плачущую маму. Она по ночам проверяла мое самочувствие. Как только она увидела, что я проснулась, сразу ринулась меня обнимать, целовать, кричала, что я не просыпалась, как она меня только не будила. В этот момент у меня была абсолютно иная реакция. Я в оцепенении вижу за мамой то ли тень, то ли какой-то сгусты глубокого черного цвета. Мужская фигура, ростом около двух метров, в длинном плаще и шляпе с полями. Трица не было, ярких очертаний тоже. Единственное, что чувствовалось в его присутствии, это дикий ужас. Я, обнимая маму, шепчу ей на ухо, мужчина стоит за твоей спиной. Она в легком испуге, медленно оборачивается, потом обратно ко мне, сказала, что никого там нет, а я четко вижу, что есть. После чего я все еще пристально глядя на эту сущность, пытаюсь доказать маме, что там точно стоит какой-то мужчина и описываю его ей. Она ненароком испугалась за меня, по ее мнению я брежу, стала вызывать скорую и мерить мне температуру. К ее удивлению, жара у меня не было. Убедить ее не удалось, поэтому пришлось согласиться, что мне показалось, черный человек не разговаривал со мной в привычном нам понимании, но в голове у меня возникло только три слова, еще не время. Чуть позже он просто исчез, вместе с ним и страх. После этого случая в физическом мире я его видела еще два раза. Мы, как обычно, гуляли с подругами в лесу, две девочки восьми лет, одна десяти лет. Смеркалось, он стоял за деревом на приличном расстоянии от нас. Когда мы уже вышли на дорогу и прошли столько, что до города было ближе, чем до леса, я решила проверить. Только обернулась, он уже переместился под фонарный столб, от чего его фигура стала еще более ужасающей. Заметила его только я, подругам говорить не стала. Второй раз я с этой же компанией встретила его через шесть лет, когда отдыхала на старом заброшенном причале. Он также появился на значительном расстоянии, но на этот раз начал стремительно двигаться в нашу сторону. Его заметили все девочки и рванули с такой скоростью, что выражение «только пятки засверкали» прекрасно описывает эту ситуацию. Остановились, когда поняли, что нас уже никто не преследует. Он стоял там, где до этого были мы. Стоял и смотрел на нас. Доля секунды и его уже нет. Хоть мистика постоянно присутствовала в наших жизнях, и мы редко чему удивлялись, в этот момент ошарашены были все. Четвертая и самая ужасающая встреча с черным человеком произошла во сне. На этот раз мне было 18 лет. Солнце начинается с того, что я, мама и старшая сестра ночью стоим перед покосившимся двухэтажным домом из уже прогнившего дерева с целью заселиться. На участке желтая выжженная трава и единственное мертвое, скорее всего, сожженное дерево, потому что ствол и ветви были черного цвета. Мама сразу отметила все очарование этого дома, была в восторге от архитектурного решения и превосходного ландшафта. Старшая сестра также присоединилась к ее словам. Одна я возразила и в недоумении пошла вслед за ними прямо внутрь дома. Зайдя, в нос ударил тяжелый бальзамический запах так сильно, что в этот момент я осознала, что это сон. Пока мое внимание было обращено только на запах, все остальные члены семьи уже успели разойтись по комнатам. Сестра зашла в маленькую комнатку, находящуюся с левой стороны коридора. В комнате умещалась только кровать прямо напротив двери, а на противоположной стене висело зеркало во всю стену. Сестра спала в позе солдатика ногами к двери. Прямо по коридору находилась лестница на второй этаж, а с правой стороны коридора просторный зал, двери в виде распахнутой. Так что я решила войти, но цепенела на пороге. Блоковым зрением я вижу диван, на котором сидит мама и вяжет с интересом, периодически отвлекаясь над телевизором, на котором только помехи в виде ряби, белых и черных полос с соответствующим звуком. Он также является единственным источником света в этой комнате. Все мое внимание было сосредоточено на кресло, находившееся в углу у самого входа. Даже не на само кресло, а на черного человека, который на нем сидел. После четверка локти на подлокотниках, а в руках у него какой-то предмет, напоминающий плазменную лампу. Смотрю и отвести взгляд не могу, ровно до того момента, пока он не начинает медленно поворачивать голову в мою сторону. Я вижу эти красные горящие глаза. Он встает, и в этот момент я уже сломя голову бегу на второй этаж. Он за мной. На втором этаже он стал меня догонять. Позади него рушится пол. Я в панике выбираю случайную дверь с левой стороны и оказываюсь в ванной комнате. Черный человек остановился прямо впритык перед дверью. Я его чувствовала, думала ворвется, но он ничего не предпринимал. Тогда я решила смотреться и заметила зеркало. Оно как будто тянуло меня. Я смотрю в это зеркало и все хорошо. Вижу себя. Ванную комнату позади. Потом в один момент замечаю, что мое отражение немного запаздывает. Затем вовсе зеркало превращается в черную друю, с которой тянутся бледные прогнившие руки. А мое отражение принимает ужасающий вид. Кости, обтянутые кожей, которые ломались от легкого нажатия. Локти и колени выгнутые в обратную сторону. Жидкие волосы с проплешными. Черные глазницы и впалые скулы. Выражение лица замерло в одной эмоции. Глаза максимально распахнуты, а рот принял форму что-то между улыбкой и криком. Отражение село на корточки, руками касаясь пола. Через пару секунд поняла, что я сижу в этой же позе. Теперь я ее отражение. Я выглядела как она и делала то, что делала она. В этот момент я пыталась открыть глаза в физическом мире, у меня не получалось. Чувствовала, что могу шевелить телом, поднимать руки и ноги, а глаза открыть не могу. Ну и перестать смотреть на свое отражение тоже. Чувствовала нестерпимую жгучую боль во всем теле, как будто огонь пожирал меня изнутри. Звон в ушах заглушал мысли. Только отрывки, что были громче других, доходили до бессознательного сознания. Мое отражение не было моим, ни в этом зеркале, возможно ни в каком другом. Ей просто нужно было выйти, она подыграла. Она долго ждала этого момента, и ее время наконец пришло. От боли меня бросало во всей ванной комнате. Ребра сжимались и вонзались в органы. Кровь шла из глаз и ушей, рвалась кожа. Я уже не могла дышать, она смотрела и наслаждалась. Казалось, что закончилось-то, когда я лежала позади комнаты на боку, прижимая ноги к груди. Боль прошла. Последом почувствовала внутри себя все то, что происходило в этом доме. Весь ужас, зло, страх, все негативные чувства внутри меня до того момента, пока я не умерла. Почти сразу я начала отдаляться от этого дома прямо в небо и видела прекрасные светлые цвета этой комнаты, черного человека, стоящего за дверью. У него больше не горели глаза. Действия его говорили о чувстве чего-то выполненного, даже какое-то облегчение. Сестра все так же спала, только в более свободной позе. Церкало напротив пропало, а комната стала больше. Мама уснула на диване прямо за вязанием. По телевизору шло утреннее кулинарное шоу. Дом был новый с прекрасной отделкой, ухоженный газон и только-только зацветающее дерево украшало участок. Наступил рассвет, я улетела в небо. Когда проснулась, почувствовала только сильный испуг, ничего более. Старалась как можно меньше об этом думать и поскорее забыть. Но удивление оказалось несложным. После всего этого, не поисказать ада, в моей жизни началась белая полоса. Все, что мне годами не удавалось, смогла достичь за несколько месяцев. Я смогла полюбить жизнь и себя, нашла свое дело и бонусом любимого человека. С той ночи встречи с ним лицом к лицу прекратились, надеюсь. Сегодня видела его в коридоре, буквально в секунду он прошел мимо меня и растворился в воздухе. Эта ситуация натолкнула меня на написание рассказа. Это прямо именно рассказ такой, знаете, сказка. Но мне нравится именно ее развитие. То, что какая-то х***ня происходила с 4 по 18 лет. И когда какая-то миссия была выполнена, когда это отражение освободилось, все стало хорошо. И чувак пропал, и жизнь наладилась. Интересно, конечно, интересно. Ты не поверишь. Я сейчас тебе зачитаю такую историю, похожую. Вы сейчас все обосретесь, девочки. Причем это такая история. Я прочитала эту историю, я ее заскринила, но думаю... Ну, не знаю, типа, вставлять ее в видео или нет, но сейчас у меня не осталось никаких сомнений. Похоже что-то? Сейчас узнаешь. Ну, как я ах***ла, когда ты это прочитала. Сейчас мне кажется, ты ах***ешь не меньше. Правда, я тебя уже предупредила, мне кажется, ты уже не так сильно ах***ешь. А если бы я просто зачитала... Я хочу заплачивать. Привет, девчонки. Моя жизнь не особо наполнена мистикой, но пара историй была. Особенно хочу поделиться одной из них. Было мне вроде лет 9-10. Поздний вечер родители были приглашены к кому-то в гости, сказав, чтобы я их не ждала, так как могут вернуться очень поздно. И я ложилась спать, они погасили свет и ушли, закрыв на собой дверь на два замка. Мне нравится просто зая, не бойся. Уже не могу, я уже боюсь очень жестко прямо сейчас. Не бойся, там ничего страшного нет. Ну, хорошо. Отчетливо помню по два оборота ключами в каждой из замочных скважин. Темноты я не боялась, да и день вышел утомительный. Недолго думая, закрыла глаза, накрылась и задремала. Спустя какое-то время, я что-то почувствовав неладное, в душе бывает так у всех, открыла глаза и присела в кровати. Шторка в моей комнате была наглухо зашторена, а вот с кухни в прихожую слегка просачивался лунный свет. В дверном проеме я увидела фигуру мужскую, в пальто до пола и в шляпе с широкими полями. Мужик, ты че? К детям ходишь, блин? Мы уже большие, если что, к нам не надо. Нам уже 26 годиков. В чем это рандомно? Мы не сговаривались. Вообще, откуда такое бывает? В голове проверкнула мысль. Папа. Но нет, мой папа не носил шляпы. Слегка запаниковав, обратилась к фигуре. Уточняла ли папа это? Тишина. Еще раз спросила. Тишина. Меня пробило на холодный пот. Резко накрывшись одеялом и зажат в рот руками, я стала ждать. Ничего не происходило. Иногда я выглядывала из-под одеяла. Одним глазком на фигуру оставалась неподвижна в проеме. Так минула ночь, начался рассвет. В какое-то мгновение фигура стала растворяться. В конце концов она исчезла. Там чувак тоже не уходила и просто растворился. Типа, че? В конце концов она исчезла. Прошло еще полчасика по ощущениям, и я услышала, как в замке проворачивается ключ. Потом в другом родители пришли. Я притворилась спящей. Никогда им это не рассказывала, что было той ночью. У меня уже 31 год, я не верю в мистику, но этот случай сидит у меня в голове по сей день, и ему нет объяснения. А темнота начала наводить страх в душе. После всего этого истории на 40 из 10. Обе причем стали резко. Первая была такая, типа, ну, среднячок, но просто классно написано. Я вот эту вообще, когда читала, оценивала, типа, ну, два. Ну да. А сейчас у меня на затылке мурашки бегают. Да, реально. Ужас. Мы сейчас чуть не заплакали. Знаете, девочки, я думала, что нас уже, конечно, ничем не удивить. Кошмар, ужас, на самом деле. Практически есть какой-то параллельный мир, да, где есть мужик в шляпе, который шастает. И вот видишь, в первой истории он как будто бы какую-то миссию выполнял, да, то есть он сказал, еще не время там, да. Ну, не сказал, послал какую-то мысль. И спустя какое-то количество лет настало вот это вот время, которое было еще не время, но уже время. И вот миссия выполнилась, и он больше не преследует, не догоняет, просто, типа, прошло мимо. А мне интересно, тебе вот это письмо каким числом датируется? Вот то, что я сейчас прочитала, это 20 апреля, то есть суперстарая история. Это история 15 августа, то есть разрыв большой. Ну, прикольно, знаешь, прикольненько, интересненько так, знаешь, ну, чисто. У нас такого давно не было, я тебе так мог, хочу сказать. Типа, чтобы жопа так испугалась, чтобы и на парке тачка случился. Ужас, кошмар. Ребят, у кого еще был черный человек в шляпе, если вас еще рассказать? Ну, только давайте не будем придумывать. Давайте вот по чесноку. Пообещайте, да. Был, да, того пишите, кто видел черного человека в шляпе. Давайте собирать про него данные, может быть, потом мы... Это как, помнишь этого чувака? Кому снился этот чел? Да. Там тоже, кстати, обосраться можно. У меня последняя история на сегодня, потом Диана зачитает еще парочку, там, от одного автора, да? Да, от одного автора там много, поэтому долго будем читать. Привет, в рекомендациях на YouTube увидела ваше видео, решила тоже написать свою историю. Произошло это в 10-м году, мне на тот момент было 9 лет. В общем, тогда моя бабушка умерла от рака. В день ее похорон я была в школе на уроке. Так получилось, что ее телефон отдали мне, а ее сим-карту маме. Мама на тот момент была дома с подругой моей бабушки, тетей Валей, и готовились к похоронам. Тогда на уроке у меня звонил телефон, это была моя мама. Она спрашивает у меня, не звонила ли я сейчас тете Валю. Я говорю, что нет, я на уроке сижу, да зачем мне ей звонить? На что она мне сказала, хорошо, наш диалог закончился. Через какое-то время я узнаю, что оказывается в тот момент дома, когда мама и тетя Валя готовились к похоронам, а гроб с телом бабушки остался в средней комнате, у тети Вали зазвонил телефон. Она посмотрела на экран и увидела то, что там было написано имя моей бабушки. Они удивились, конечно, так как звонить по понятным причинам она не могла. Да и телефон ее был у меня, сим-карта, как я уже написала ранее у моей мамы. Она ответила на звонок, но на том конце трубки была лишь тишина. Конечно, всех очень удивило произошедшее, но вскоре это забылось. И в какое-то время, через месяц или два, моя сестра была дома с мужем, и тут они решили успаковать ее подарок на день рождения от него. Это был совершенно новый телефон, который даже не открывали. Они включили его и увидели, что там пропущенный звонок. А самое интересное и упугающее было то, что там было тоже имя моей бабушки. What the fuck, я извиняюсь. Как такое могло произойти, до сих пор непонятно. Телефон был абсолютно новый. Но мало того, что не включался ни разу, так и контактов на нем не было. Прошло уже 11 лет, но никто этого так и не мог объяснить. Интересно, на телефоне была сим-карта какая-то или просто без сим-карты на телефон кто-то позвонил? Ну а как мог бы звонок вообще на телефон без сим-карты? А раньше такое бывало. Ну это типа если супер старый телефон, то да. Как? Типа если ты там как-то меняешь симки, тебе могут на старую симку, типа на эту установку. Короче, какая-то еб**ла. Мне кажется, что похоже... Не знаю, поправьте меня, если не права. Но мне кажется, что странно. Прошло уже 11 лет, но никто так и не смог этого объяснить. Самое интересное, что в день смерти моей бабушки, сестра и тети Вали, по стечению обстоятельств, пришли в гости навестить ее. И позже именно она им и звонила. Вот такая вот история, от которой до сих пор мурашки по коже. Нет, я конечно ничего не говорю, но вот про звонок первый, да, возможно вполне. Ну как возможно, да, тоже конечно мистика, все такое. Во второй, конечно, звонок, где пропущенный был на новом телефоне. Конечно, поправьте меня, но нет никаких подробностей, да, про сим-карты. Как можно позвонить на телефон, в котором нет, сука, сим-карты. Вот. Да. Не понимаю. Очень странно. Здесь от одного автора у нас целых три достаточно длинные истории, но когда я их читала, мне они понравились, запомнились, и я подумала, что нужно их зачитать вам. Эта история не страшная, но я как скептик долго искала этому объяснение и не нашла. Когда мне было лет 20, моя мама заставила меня пойти с ней к гадалке. Тут нужна небольшая предыстория. За пару лет до этого мама разорвала очень абьюзивные отношения с одним мужчиной, который все это время был официально женат, хотя с женой они уже не жили вместе много лет. Но жена эта была на всю голову странной, и частенько звонила маме и даже моей бабушке с угрозами, а однажды мама обнаружила у нас под порогом какую-то землю и вроде даже иголки. Мама в мистику верит, и вот поэтому решила пойти к этой гадалке, так как была уверена, что на ней какая-то порча есть, но и меня заодно потащила, так как эта женщина иногда грозилась что-то сделать и со мной. Когда эта гадалка, которая оказалась на вид обычной бабулькой, вышла к нам, она сразу сказала, что чувствует, что кто-то из нас к ней второй раз пришел. Мама у нее уже до этого была, но вряд ли она ее запомнила, так как к ней очень много людей приходит каждый день, запись на 2-3 месяца. Потом я вошла, она начала перечислять мои детские травмы, где и когда и чем я ударилась, и что у меня до сих пор болит, и была права. Все это время я держала руки за спиной почему-то, это важно, и потом она сказала, что могу задать ей интересующие меня вопросы. Я спросила о своей работе, тогда я думала, что нашла дело, которым хочу заниматься и на ней останусь, но она сказала, что я сама уйду, что это не мое, и очень удивилась тогда. Еще я спросила про парня, с которым была в отношениях тогда, она спросила, а как имя Суженова? Я ответила, и тут она меня перебила, говоря, ну вы еще не женаты, хотя я про это не говорила, и мои руки она не видела, чтобы определить, есть ли на мне кольцо. Но она сказала, что ему нужно решиться, он в процессе, что будет очень красивая свадьба, и на нем будет серый костюм, не черный, а именно серый. Я была очень удивлена, потому что мы тогда с парнем студентами были, и ни на какую свадьбу у нас денег не было, да и у родителей наших тоже. Мы всегда думали, что мы просто распишемся и все. В конечном итоге все случилось, как она сказала. Через полгода парень сделал мне предложение, и как выяснилось, уже на тот момент он купил кольцо, но еще решался. Свадьба была, потому что мой дедушка решил отдать все свои сбережения на это, я даже не знала, что они у него есть. И да, он купил серый костюм, сам. Я про эту бабулю ничего не говорила ему вообще, до сих пор думаю, как так вышло, не могла же она угадать просто так много фактов. Ну, вполне возможно, что, ну, я верю в гадалок, не в экстрасенсов, да, а вот в то, что, ну, я верю в карты Таро, там, не знаю, всякое такое. Мне кажется, что, ну, возможно, с того, что какая-то женщина могла увидеть какое-то видение с каким-то пророчеством, да, что там серый костюм, там кольцо, ну, почему нет? Ну, мне, на самом деле, очень нравятся такие истории, потому что я знаю в реальной жизни реальных людей, у которых действительно все произошло так, как им кто-либо сказал, астролог, может, или какая-нибудь бабка-гадалка, или что-нибудь вроде того, мне всегда очень интересно почему-то про это слушать. И я тоже сама не знаю, как к этому относиться, ну, не особо верю во все вот это, но, тем не менее, мне всегда очень интересно и прям нравится, конечно. Мне тоже нравится, да, типа, вздыхать, охреневать, как все совпало, типа, и вот это. И тоже хотеть пойти проверить. А что? Ну, пугает, честно говоря, вот такие проверки, типа, я бы не хотела знать будущее какое-то. Знаешь, может быть, какой-то вектор направления развития, типа, да, но какие-то детали, навряд ли. Знаешь, интересно знать, куда лучше двигаться, как вот лучше поступить, там, ну, вот такое. Ну, знаешь, даже не так, как лучше поступить, а вообще, типа, там, знаешь, грубо говоря, вот блогинг, выстрелит или нет? Потому что, чтобы, если нет, то заниматься чем-то другим начать, чтобы не тратить время попусту, грубо говоря, вот такого вот мне бы хотелось. Ну, а если тебе скажут нет, а на самом деле тебе сказали неправду, и ты будешь думать, ну, бл***, не поверю. Не, ну, конечно, я не поверю, наверное, но это все. Если бы был проверен какой-то человек, который сто процентов дает правильную информацию, то я бы хотела знать информацию только по типу такой. Без подробностей, типа, особенно, знаешь, знать, когда ты умрешь, это вообще жесть, ужасно, фу, кошмар. Это реально крипи, как мужчина в пиджаке, вот примерно так же. Вторая. Эта история может быть просто совпадением на то, как на тот момент мне хотелось воспринимать ее как что-то необъяснимое, да и до сих пор так хочется. Это случилось после того, как нам пришлось усыпить нашу старенькую собаку. Она очень сильно болела, и в очередной приступ, который не прекращался, мы решили, что больше не могли смотреть на ее мучения. Ее звали Дина. Нам было очень больно в тот момент, так как животных я и мой муж воспринимаем как членов семьи, и нам казалось, что мы с ней весь мир потеряли. И через пару дней я решила отдать бесплатно пакет корма, который она не успела съесть, и выставила на OLX объявление об этом. Буквально через пару часов мне позвонила женщина и сказала, что ее сын подъедет и заберет корм. Мы договорились о времени, и в конце она добавляет. Ну, он, если что, скажет, что он от Дина. Меня Дина зовут. Совпадение или нет? Но мне хотелось видеть в этом хороший знак, что Динин корм достался Дине. В Украине Дина не очень распространенное имя, даже редкое. Во всяком случае, мне стало немного легче в этот момент. Какие как интересные. Это очень... У меня даже мурашки побежали по всему телу. Очень интересно, очень... Ну, очень, знаешь, прям вызывает какую-то хорошую эмоцию. Да, трогательную. Да. Третье. Эту историю мне рассказала моя прабабушка. Всего у нее было четверо детей. Моя бабушка старше, ее сестра, младший брат, и еще был один ребенок, который умер в детстве от болезни. Так вот, младшего брата моей бабушки убили, когда ему было 22 года. Было очень громкое дело тогда в нашем маленьком городе. Его зарезали заключенные, которые сбежали во время транспортировки в другую тюрьму. Прикинь, насколько не повезло, ты попался заключенным в такой ситуации. И то зачем ему... Ну, короче, очень странно. Он ждал свою невесту в парке. Она задерживалась, так как работала воспитателем в детском саду. И в тот день возила детишек на экскурсию. По несчастливой случайности, именно в тот день на обратном пути у них сломался автобус. И если бы она пришла на встречу вовремя, то всего этого могло бы и не произойти. Ему нанесли несколько ножевых ранений, задев жизненно важные органы. Он был сильным парнем и даже успел надавать им сдачи немного. А после смог пройти почти километр до телефонного автомата. Это было в 70-е. И потерял сознание. Там его нашли люди, выходящие из кинотеатра после сеанса. В больнице он еще пришел в себя, писал нападавших, но после умер. Моя семья тогда еще не знала, что он умер, и некоторые родственники собрались в дом моей бабушки и ждали вестей. Тогда внезапно один из родственников встает и произносит, Леша умер и падает в обморок. А уже после им позвонили и сообщили о его смерти. А ночью моя прабабушка увидела сон, в котором Леша просил дать ему одежду. Повторял, что ему очень холодно и держал себя за бока. И уже в день похорон она увидела, что ему подраны положили лед, чтобы не кровоточили. Невеста его долго винила себя в произошедшем и даже надела ему обручальное кольцо в гробу. Кольца уже были куплены и назначена дата свадьбы. Эта история всегда меня пугала, ведь моя прабабушка, хоть и суеверной была, но не стала бы выдумывать. Есть просто истории, в которых настолько какие-то события описываются нереальные, что в них сложно поверить. Здесь же все, знаешь, настолько как-то мимолетно, да, вот какие-то не... Какие-то совпадения такие странные. Ну да, не совпадения, но пролет, да, мне холодно. Знаешь, это как бы ничего не решает, это просто как будто реально какое-то послание, что ли. Как будто какая-то ниточка, связь вот с умершим очень тоже пробирает вот прям вот до мозга костей. Для таких историй не страшно, но заставляет задуматься. Я бы не ставила обосренных жопу здесь, я бы поставила просто 10 баллов за эти истории, потому что они все очень, ну вот какие-то заставляют задуматься, да, не просто тупо бояться человека в шляпе, а заставляет задуматься о том, что реально, может быть, какие-то ниточки есть, которые соединяют вот эти миры, да, вот то, что гадалка так все четко нагадала, то, что вот это вот про лед, да, про холодно. Корм собаки. Корм собаки, это вообще же пипец, согласитесь. Да, это, конечно, заставляет прям как-то вот призадуматься о том, что, блин, реально что-то существует. Ладно, про корм собаки это может быть совпадение, просто совпадение. Очень трогательно, но совпадение. Остальное, конечно, уже как-то дает какую-то зацепку с какой-то другой реальностью. В общем, очень интересные истории, реально, спасибо автору, хочется таких вот побольше. Мы уже давно хотели ввести такую тенденцию, да, рассказывать о местах, где вы можете помогать животным, наконец-то мы не забыли это сделать. Эту идею мы посмотрели у Антона С., он задал этот классный тренд на то, что блогеры упоминали какие-то такие места у себя в роликах, и мы хотим рассказать о Кота Кафе Мручашка, где содержатся животные, которые были спасены с улиц или из каких-то тяжелых жизненных ситуаций. Типичная история, как там бабушка-собирательница, у которой 40 кошек, и вот бабушка там умерла или просто отправилась с плохим самочувствием в больницу, и за кошками стало некому следить, и вот этих животных, грубо говоря, вылечили и пристроили в это Кота Кафе, куда вы можете прийти и забрать себе члена семьи, питомца. Мне кажется, это просто прекрасно, чудесно, и все деньги, которые вы оставляете в этом Кота Кафе, покупая аксессуары, либо проплачивая время, вот так как это анти-кафе, вы платите за минуту времени, когда вы находитесь там, то есть одна минута стоит, по-моему, 7 рублей. Эти деньги также идут на помощь животным, и вы можете с ним познакомиться и выбрать себе любимца или просто провести время с пушистым хвостом, если у вас нет возможности взять кого-то к себе домой. Кота Кафе Мурчашк строит очень приятные пространства для людей и животных, как раз-таки вы можете там играть в настольные игры, если вам коты не интересуют, прийти туда поработать или просто погладить котиков, что тоже очень приятно. Также я в ближайшее время расскажу о своем опыте спасения двух уличных котят. Эта история длится уже с 9 августа, сегодня у нас 30 число, то есть уже три недели я вовлечена в этот процесс, и роликом, который я запишу, я хочу показать то, что каждый человек, в принципе, может помочь животному, который обитает в его дворе, грубо говоря. Это не так сложно, если знать, как действовать. И это животное вы можете не оставлять себе, если у вас нет возможности. Вы можете просто, грубо говоря, взять питомца себе на поручение, и потом пристроить его в добрые руки. И, честно говоря, будет громко сказано, конечно, я хочу этим роликом, который я запишу, показать пример того, как надо не бояться, и если есть желание, и если есть хоть малейшая возможность, то делать что-то, как говорил тот же самый Антон Эсс, то меценатство должно идти с громкой оглаской. То есть, если ты делаешь доброе дело, расскажи об этом всем и подай пример. Я не хочу делать что-то втихую, потому что я хочу делиться историей того, что происходит в моей жизни, и я хочу, чтобы люди не боялись, и несли ответственность за тех, кого, невозможно, пока что еще не приручили, но кому хотели бы помочь и кто запал им в сердце. Потому что котята, которых я взяла на свое поручение, на свое кураторство, наверное, так называется, они мне прям почему-то в душу запали. И у меня в Инстаграме, вы можете понаблюдать в закрепленных хайлайтах историю того, как все это происходило, но более подробно я расскажу, как уже упомянула ранее, в ролике, который я сниму. И давайте уже закончим это видео. Мы очень надеемся, что вам понравилось. И если вы заценили этот ролик, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!